«Отдайте все ваши вооружения, может кое-какую территорию вернем!» Вова Вартанов В самом начале Карабахского конфликта в 1988 году я был среди тех, кто митинговал на площади, но потом понял, что этого мало и надо действовать. Тогда моя тетя и родственники ее мужа жили в Азербайджане, и мне пришлось их вывозить автобусами через Грузию. Позже, в 1989 году после ареста членов Комитета Карабаха мне предложили выехать на границу с Азербайджаном и организовать отряды самообороны с учетом моего военного опыта, так как я прошел службу с войсках спецназа ГРУМ. Об этом в интервью агентству Туран рассказал участник Карабахской войны, командир 1-го армянского разведывательного отряда Бова Бартанов. В ноябре и декабре 1989 года мы собрали первый отряд глубинной разведки и в первый выход совершили в январе 1990 года в Гасахский район Азербайджана. О других операциях я умолчу, говорит он, подтверждая, что участвовал в различных операциях и боевых действиях, информацию о которых раскрывать не хочет. В январе 1992 года началось формирование боевых отрядов, которые в будущем вошли в состав армянской армии. Я тогда выступал в качестве советника и одновременно был в составе спецотряда при командующем армянскими силами, а фактически министре обороны Бас Генни Саркисяни. Нашей задачей были вопросы тактической и стратегической армейской разведки. На просьбу раскрыть содержание одной из боевых операций, Бартанов после раздумий говорит, что его группа в январе 1990 года проникла в Гасахский район, чтобы проверить информацию о вывозе боеприпасов советской армии. По официальной версии, советские войска вывозили боеприпасы и вооружения в Грузию. Но мы проникли в Газах и установили, что боеприпасы из Армении перевозились в Азербайджан, на склады в десятки километров от Газаха, говорит собеседник. Почему сегодня он готовит молодежь к боевым действиям, умению выживать и рассказывает о необходимости воевать с Азербайджаном? На этот вопрос Бартанов отвечает, что он со своими боевыми товарищами организовал курсы выживания, которые имеют в том числе и военное предназначение, обращение с холодным и огнестрельным оружием, тактику выживания в экстремальных условиях, включая городские. На уточняющий вопрос будут ли его воспитанники участвовать в возможной войне с Азербайджаном, Бартанов говорит, что они уже участвовали в Апрельской войне 2016 года. Мои питомца в качестве добровольцев участвовали в боях на юге и севере Карабаха, неплохо себя проявили и помогли остановить продвижение азербайджанских сил, говорит он. Армянская сторона называла апрельские бои Блицкригом, а некоторые разведкой боем. Верна ли такая оценка? Наш собеседник не согласен с этими оценками, считая те события скорее политической акцией с целью оказать давление на армянскую сторону. Я уверен, что азербайджанская сторона хотела оттянуть силы центра в Карабахе на север к селу Талыш и на юг, к Лалятепе. Оттянув силы центра, азербайджанская сторона планировала атаку на Агдам и далее на Аскеран. Однако достаточное количество наших сил на центральном направлении не позволило противнику осуществить этот замысел, говорит Бартанов. Как он оценивает сегодняшнюю боеспособность азербайджанской армии? Если честно, то серьезно оцениваю. То количество денежных средств, которые вы тратите на армию, не могло не дать результата. У вас неплохая армия, нормальное вооружение, обучение. Мне нравится, но есть проблема с мотивацией, говорит собеседник. На вопрос как он оценивает боеспособность армянской армии, Бартанов говорит, что даже если у армян не такое современное оружие, и его меньше, чем у азербайджана. Даже если с обучением не так, как у азербайджанской стороны, у армиян оружия хватает и сохраняется контроль над высотами. А это главное, чтобы остановить не только вашу армию, но и османскую. Я уже говорил о мотивации. Чем она отличается у армиян и азербайджанцев? У вас мотивация, это задетое самолюбие, так как вас победили в войне, несмотря на численное превосходство, а у нас, желание выжить, сказал Бартанов. По его словам, БС Армении в боях в Карабахе не участвовали, так как ожидали наступления турецкой армии и готовились ее отразить. Это было реально в 1992-1993 годах, говорит Бартанов. Как тогда объяснить, что после заключения перемирия в 1994 году, в ходе боев в 1995 и 2016 годах и на Нахчеванском направлении, армия не только отступали и теряли территории. Почему, если у них мотивация сильнее? Наш собеседник объясняет это многократным превосходством азербайджанских сил, когда бригада атакует роту. Такое может быть только на первых порах. Это преимущество того, кто первым нападает. Но затем работает мотивация, обученность войск. Я был против лобовых атак на те пункты, которые мы вам сдали в апреле 2016 год, чтобы избежать людских потерь. Можно было взять в другом месте, где вы не ждали и обмен предложить. Но руководство Армении отказалось от этой идеи и выполнило приказ, поступивший из Москвы, говорит собеседник. Не лучше ли договориться с Азербайджаном, освободить территории вокруг Карапах и получить что-то взамен, наладить отношения и нормально развиваться? Ведь если новая война и армяне потеряют территории, то взамен вряд ли что-то получат. Допускают ли в Армении подобный сценарий? На это наш собеседник отвечает, что конечно мир, лучше войны. Но я не согласен, что любой мир, лучше, чем война. Если вы возьмете эти земли, то вы на этом не остановитесь. Есть Армения, которая не позволяет вас соединиться с Турцией, а вы собираетесь брать Ереван, говорит Бартанов. На замечание, что и в Армении говорят о необходимости взять генджу и земли до куры, поднять талыши и лесгин и создать в Азербайджане федерацию, наш собеседник отвечает, что в Азербайджане надо создать федерацию по типу Швейцарии, состоящей из национальных кантонов. Это позволит вам не быть агрессорами. Почему автономия армянам, а талышам, лесгинам и аварцам, нет? У вас был единственный вариант привлечь армян Карабаха остаться в Азербайджане, превратившись в федеративное государство, говорит Бартанов. На вопрос в чем несовместимость армян и азербайджанцев, он отвечает, что разная ментальность. У вас ментальность кочевников, а у нас соседлая. Поэтому, ужиться нам трудно, уточняет он. Стоило ли начинать карабахское движение, с учетом той трагедии, которая постигла два народа? Не лучше ли было найти общий язык и решить все проблемы мирно? Бартанов не согласен с мнением, что действие по отделению Карабаха было инициировано армянской интеллигенцией и превратилось в сепаратистское движение при попустительстве Москвы. По его мнению, для армян в составе и Азербайджане не было перспективы. Как можно было ужиться, как могли карабахцы не требовать выхода из состава Азербайджана с учетом судьбы армян Нахчевана? Вы знаете, что при создании Нахчеванской автономии на этой территории существовало значительное армянское население. И где они сейчас? Говорит Бартанов. На это свой вопрос уже задаю я. В тот же период половину населения Еревана составляли азербайджанцы, не говоря значительном азербайджанском населении всей Армении и где они сейчас? На это Бартанов рассказывает, что с 17 века армянская территория заселялась Шахабасом, который выселял отсюда армян и заселял ее тюрками. Армяне пытались вернуться, но массовое возвращение случилось только после русско-турецкой и русско-персидских войн в 19 веке, Первой мировой войны и событий 1915 года. После этого была волна армянского населения, которая по сталинскому плану должна была заселить в 1940-е годы прошлого века вместе с советской армией на территории Восточной Турции. Вот так и менялось процентное соотношение населения в Армении, говорит он. В чем была причина движения армян и османской Турции в 19 и 20 веках, поставивших цель создать свое государство в Восточной Турции? По мнению Бартанова, причина была в притеснении армянского населения османским правительствам, отношения к армянам и христианам, как к нелояльным гражданам. И вообще, дикость турецких властей, говорит он. Энвер Паша во время боев в Первой мировой попал в окружение и его выручили укомплектованные армянами части. Тем не менее он объявил всех армян предателями за то, что армянские добровольческие дружины перешли на сторону России. А может это был просто повод, чтобы очистить земли, ограбить? Продолжает Бартанов. Если армяне дезертируют, переходят на сторону врага и воюют против своего государства, чего не ожидали от турецких властей. На этот вопрос Бартанов говорит, что дезертиров надо арестовать и судить, но при чем, тут женщины и дети. По его словам, дезертиров из числа курдов и арабов было не меньше, но репрессий против их населения не было, а было только против армян и ассирийцев. То есть армяне особого повода для преследований не давали. На это наш собеседник отвечает, повод дал дезертир, а из-за этого наказали народ. Это справедливо. Подобное имело место и в 1988 году, когда страдали и погибали безоружные и ни в чем не повинные граждане армяне. Только потому, что кто-то, где-то, что-то сделал. Вот у вас это происходило многократно, говорит Бартанов. На вопрос, а разве в Армении не было противоправных действий против азербайджанцев, наш собеседник скромно отвечает, не знаю, может и было. Но дикостей, как в Баку, в Сумгаите не было, заверяет он. На вопрос о массовых убийствах азербайджанцев в Гугарке, он заявляет, что ничего такого не было. Назовите хотя бы одну фамилию, говорит он. Замечание, что расследование этих дел вели еще органы прокуратуры и МБД СССР, подтвердившие многочисленные убийства азербайджанцев, наш собеседник обходит, требуя представить зарегистрированные факты насильственной смерти азербайджанцев в Гугарке. В то же время он сказал, что знает пару случаев избиения азербайджанцев в Армении. На вопрос, значит ли это, что армяне не совершали военных преступлений против азербайджанцев, он говорит, я уверен, что совершали, ибо невозможно было контролировать всех. Уверен, что были акты, которые можно назвать воинскими преступлениями. Но преступлений против гражданского населения у нас не было, утверждает Бартанов. Если завтра опять война, будут ли воевать его воспитанники, те армяне, которые едут в Армению и обучаются в его военных лагерях? На этот вопрос Бартанов отвечает, что будут воевать все. Не лучше ли заключить мир, вернув часть территории и наладить отношения с азербайджаном? На это Бартанов отвечает, что это невозможно. Какой район и на что можно поменять? Никакой. Отдать Кельбаджар, это самоубийство. Это значит разделить нас и иметь возможность уничтожить по отдельности. Эту глупость мы не сделаем. Губадлы, Лачин, Зангелан, то же самое. Губадлы, Джибраил, Физули, это долина реки Кура. Если мы это уступим, это значит дать вам возможность маневрировать большими силами бронетехники, пехоты, артиллерии, охватывая Карабах с фланга. Взяв Физули, вы дойдете до места, откуда самыми примитивными снарядами сможете обстреливать Карабах. То же самое, Агдам, говорит Бартанов. То есть армяне ничего возвращать вокруг Карабаха не будут. На это наш собеседник ответил так. Кое-что вернуть можно, в обмен на всю вашу бронетехнику, пятьсот шестьдесят танков, всю вашу артиллерию и ракеты, а мы вам кое-что можем уступить, говорит Бартанов. Не уточняя конкретно, что имеет в виду. На вопрос, какой процент Армин думает так же, собеседник отвечает, процентов восемьдесят пять.